В этом году писателю и нашему соотечественнику, чья жизнь и творчество, тесно связанное с Абхазией, исполнилось бы 95 лет. Герои его книг – простые труженики, веселые, гордые люди. Сам классик называл себя русским писателем, воспевавшим Абхазию. Его произведения переведены на 20 языков и известны по всему миру. Фазеля Искандера любят в нашей стране. В честь него назван Государственный русский театр драмы. На его творчестве воспитывают детей и учат студентов. Сегодня это будут демонстрировать. Я, правда, сам не вникал в сценарный план, но раз заведующая отделом Диана Расимовна Гули решила сделать такой итог, я думаю, сегодня нас ждет много сюрпризов. Ну, сами знаете, школы сейчас уже на каникулах. Но можете вы представить, они не хотят, понимаете, вот уйти навсегда на каникул, на все лето. Все-таки они связаны с библиотекой, будут проходить. И сегодня мы увидим, услышат другие их сверстники. Мне кажется, это будет служить поводу повышения количества читателей. Все произведения Фазеля Искандера собраны в отделе абхазской национальной литературы, которые пользуются большим спросом у читателей. Его читают студенты, школьники, а также гости нашей страны. Его книги настолько зачитаны, что требуют обновления. Последний звонок уже прозвенел, но школьники не перестают удивлять своим рвением и любовью к литературе. В стенах библиотеки зрители мероприятия окунулись в жизнь из рассказов Фазеля Искандера. В тот самый дворик Мухуса, где царила добрая дружеская атмосфера. Участники мероприятия, сами школьники признаются, что с удовольствием читают писателя и любят его произведения. Я отношусь на самом деле с огромной любовью к его творчеству, к самому Фазелю Искандеру. Изначально я не так интересовалась, как когда поучаствовала в этом мероприятии. Я веду данное мероприятие, я ведущая большую часть сегодняшнего мероприятия. И мы это показываем уже, пожалуй, раз третий где-то в школе и не только. И на самом деле это заставило меня поинтересоваться, больше узнать, почитать. Я в восторге. В плане воспитания подрастающего поколения и приобщения молодежи к литературе такие мероприятия очень важны. Ведь можно смело сказать, что произведения Фазеля Искандера понятны и интересны всем, как молодому, так и взрослому поколению. Его рассказы все так же остаются в списке литературы у молодежи и занимают отдельное место в сердце каждого, кто когда-нибудь читал его рассказы. Ульяна Рожкова, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.